Уважаемые слушатели, уважаемый армянский народ, но я сейчас обращаюсь к азербайджанским СМИ и говорю на русском языке, чтобы врагам было понятно, о чем речь. Дело в том, что они вырвали из моего интервью одному из армянских телеканалов фразу, и эту фразу преподнесли под своим соусом. Я насчет этого сделал публикацию в моем фейсбуке, эта публикация была удалена, удалена была понятно кем, и поэтому я записываю это видео, чтобы враги поняли, что от нас так легко не избавиться. Дело в том, что эти же самые медиаресурсы Алиева месяцами ранее публиковали совершенно другие материалы. Они показывали, как захватив Лачинский, а правильнее было бы говорить вообще-то, Кашатавский коридор, поставят армян Нагорного Карабаха перед голодом и заставят их принять условия Баку. Они даже приводили ролики, сравнивая нас с дикой кошкой, которая, проголодавшись, превратится в ручную погладистую кошку. И скажу вам, что, вам имея в виду азербайджанские СМИ, прямо к вам обращаюсь, что ваша геноцидальная политика, политика армянофобии, стала известна всему миру. Об этом пишут известные международники-юристы. И вы на самом деле не понимаете, чего вы творите. Вот эту сверхкровожадность, которую вы демонстрируете и которую вы пытаетесь провести эту политику по отношению к нам, она обернется против же вас. Почему? Потому что весь цивилизованный мир этого видел, и вы будете наказаны со стороны цивилизованного мира. Вы будете наказаны со стороны детей, у которых вы отнимаете сейчас право на жизнь. И все ваши оправдания, которые вы вырвали из контекста, и преподносите так, что в Карабахе ситуация не критичная, нет в случае голода от смерти и так далее, это всего лишь жалкие о вашей оправдании, которые ни к чему не приведут. И к чему была ваша истерия, вой, которую вы подняли, нам это понятно. Потому что неделями ранее мы начали организацию мирной акции, мирного автопробега на мост Акари. И там мы должны будем добиться и добьемся открытия, разблокировки Хашатарского коридора, или как прописано в заявлении 9 ноября, Лачинского коридора, с установлением 5-километровой зоны, согласно тому же заявлению. И мы поняли, что вы находитесь в безвыходной ситуации, и весь этот вой, который вы подняли, вмешивая туда русских, что это типа совместно с русскими проводится штурм так называемого ППП на мосту Акари, что это вооруженная акция, что мы пытаемся, типа, пользуясь этой акцией, провести ротацию войск, и так далее, и тому подобное. Чего только вы не выдумывали. Пытаетесь нагнать на нас страх, чтобы мы отказались от своих целей. Скажу, что этого у вас тоже не получится. Организация акций идет своим ходом, и в нужное время мы будем в нужном месте, и поставим свои вопросы как надо, и добьемся справедливости, потому что весь цивилизованный мир держит балакаду Нагорного Карабаха в центре внимания. И все, что я вам хотел сказать, что ваши вот эти оправдания ни к чему не приведут, и потом вам тоже останется только лишь то, чтобы оправдываться. Потому что Карабах – это не кошка, как вам кажется, это тигр, а если тигр проголодается, понятно, что она сделает с теми, кто его дразнит. Вот и все, что я вам хотел сказать, что ваши лишние телодвижения ни к чему не приведут, что Арцах вы на колени не поставите, что умолись нам с голодом у вас тоже не получится, потому что мы будем бороться всячески, выживая любой ценой, несмотря на то, что вы нам перекрыли газ, вы нам отключили электричество, Карабах держится и будет держаться дальше. И всему миру мы докажем, как карабахцы борются за свою родину, за справедливость и за самоопределение. Мы своих целей добьемся. Как бы вы не пытались утрировать ситуацию, вырывая из контекста фразы «тянуть лямку на свою сторону», этого делать вам никаких результатов не даст. Поэтому единственное, что может вас спасти, разблокировка коридора и соблюдение 5-километровой зоны и поликращение вашей геноцидальной политики по отношению к армянам Нагорного Карабаха. Вот и все.